Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина. Сегодня у меня 1 сентября, я так долго думала, как будто можно забыть, что сегодня 1 сентября. И я приступаю к выполнению своих осенних планов. В осенних планах у меня огромное количество игрушек. Их настолько много, я их пересчитывала, по-моему их 18. Но один набор состоит из 6 игрушек, я не помню, посчитала я его как отдельный. Нет, я его посчитала как одна работа, то есть там еще 6 игрушек. Короче говоря, очень много игрушек у меня намечено на эту осень. В этом году я хочу максимально до начала декабря повышивать новогодние игрушки. В декабре уже заниматься какими-то прикладными вещами, какими-то баннерами, картинами, чем угодно. Но только не новогодними игрушками, потому что меня достало из года в год. Уже одной рукой нарезаешь оливье, второй рукой еще там довышиваешь какую-то игрушку, чтобы она еще в этом году на елке повисела. Я надеюсь, что мне удастся в этом году избежать такой моей ежегодной участи. Очень хочется на это надеяться. В общем, прямо 1 сентября я приступаю к выполнению своих осенних планов. И приступать я решила с вот такой вот новогодней игрушки. Это новогодняя игрушка от Dimensions. Артикул у нас 7008-917. Называется Gingerbread House Ornaments. То есть новогодняя игрушка. Пряничный домик. Размер у нас будет 8,2 на 10,7 сантиметров. Я очень давно не вышивала новогодние игрушки от Dimensions на пластике. Очень давно. Я прямо соскучилась. И собираюсь приступить к этому делу прямо сегодня. Вот так вот выглядит с обратной стороны набор. Я его еще не распечатывала. Мы видим, что он у нас 16 июля 2017 года был сделан. То есть ждал почти 3 года, пока я его открою. Видите, он еще новенький. Не распечатанный. Вот такая вот красота. По-моему, у меня из этой серии уже какая-то... А, у меня олень. Из вот этой пряничной серии у меня есть олень. И не помню, есть ли что-то еще. Либо какая-то одна игрушка, либо вообще это единственная. Давайте распакуем. Ну, что-то мне подсказывает, что без ножниц мы с вами не справимся. А, нет, подождите. Я его распаковывала. Я взялась за ножницы. И тут поняла, что он у меня сверху аккуратно заклеен скотчем. Очевидно, я то ли распаковывала, а делала копию. При каких обстоятельствах это произошло. Но он у меня вот... Он у меня открывается вот таким вот образом. Эть! Хотя это очень странно. Я не помню, чтобы я его распаковывала. Но сейчас посмотрим. Очень странно. Ладно, достаем содержимое. Может быть, это было настолько давно, что я уже не помню. Достаём содержимое набора. Ниточки. Мне так нравятся вот эти вот маленькие планшетки. Они такие умилительные. Они как игрушечные. Я вышивала Рокки Пойнт, Маяк от Дименшин Стоп. Такие огромные планшетки. А тут вот это... Что это за Ути Пути на шесть цветов? Смотрите, какие у нас здесь будут цвета. Тут у нас красные, коричневые, голубые. А тут тоже зелёные, красные, коричневые, белые. Ну, такая вот пряничная тематика у нас. Нитки длинные, как всегда, 91 см. Обожаю это всё. Очень люблю органайзеры Дименшинс. Ещё можно поближе посмотреть дизайн. Вот такой вот пряничный человечек. На пороге пряничного домика. Всё так прянично, новогоднее, атмосферно. Я, кстати, купила себе буквально недавно. Наконец-то нашла. В сезон у нас их не купить. Я купила их реально в июле. Формочки для того, чтобы делать вот таких вот пряничных человечков. Вот. Я теперь могу сделать пряничных мужчин трёх размеров. Очень круто. Наверное, в этом году впервые, кстати, попробую печь имбирное печенье. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ну, симпатичный такой дизайн. И, в принципе, небольшой. Да, скорее всего, я таки открывала этот набор. Потому что здесь у меня лежит копия схемы. Это было настолько давно, что я уже сама забыла об этом. Здесь у нас картонка для плотности. Здесь у нас вот такая вот иголочка. Иголочка одна. Одна. Если внутри оригинальной схемы у нас нет ещё иголки. Но если я делала копию, значит, я, наверное, всё-таки иголку достала. Здесь у нас, как всегда, инструкция, как найти центр, как вышивать на пластиковой конве. Как обрезать нитку, как крепить нитку. И внутри у нас... Ого-го! Внутри у нас крупная схема. Ключ. И инструкция, как делать шнурок вот этот вот. Это, наверное, для подвеса. Для того, чтобы делать подвес. Но я не буду крутить шнурок из ниток Dimensions. Я, скорее всего, возьму просто готовый уже шнурок. Я и к предыдущей игрушке тоже так делала. У нас здесь есть крест в две нити. Полностью весь крест идёт в две нити. У нас есть бэкстич целыми тремя цветами. Зелёным, тёмно-коричневым и белым. И также у нас есть французские узелки четырёх цветов. Тоже белые, тёмно-коричневые. Зелёные и красные. Вот так вот. И смотря на то, что такая, в принципе, небольшая работа. Какие там белые, тёмно-коричневые. Ну, зелёные и красные. Вот это как бы присыпка на пряничном домике. Тёмно-коричневые – это глаза самого пряничного человека. Белые – это на вот этих вот цветочках. Я всё определила. Иголка таки одна. И для бэкстича, и для крестика. Вот такой вот отрез пластиковой конвы. Это будет такая крупная игрушка или он просто с большим запасом? Интересно, потому что он, ну, такой, посмотрите, по сравнению с рукой, он не маленький. Интересно. Я вышивать, наверное, буду как-то от края. Я всегда не по центру размещаю на пластиковой конве, а вышиваю от края, потому что здесь с краю тогда удобнее держать. То есть вы держите всегда за пластиковую конву, а не за крестики уже вышитые. Ну что, слушайте. Интересно. Буду сегодня приступать. Надеюсь, что вышьется у меня всё это дело быстро, потому что очередь у меня ого-го. Но в этом году из игрушек Dimensions у меня запланировано только вот это и комплект из шести игрушек. Там, конечно, всё будет гораздо сложнее. Там на ткани, там миллион лэйзи-дэйзи, бисера. Там всё очень непросто. Эта же игрушка у меня будет такая для того, чтобы стартовать, а дальше всё будет только тяжелее. Так что давайте я вам, наверное, покажу уже в следующем кадре эту игрушку без бэкстича, без французских узелков и расскажу, сколько у меня на это всё дело ушло времени. Снова всем привет! Позади три вышивальных дня. И за три вышивальных дня, вернее, даже можно сказать, три вышивальных вечера, у меня вот такой вот результат. Мой домик полностью вышит крестиками, но без бэкстича и без французских узелков. А так, все крестики полностью у меня вышиты. Когда я приступила к работе, я решила просто, ну вот, знаете, ради того, чтобы проверить, поискать перенабор. Есть ли электронная схема в сети. Я нашла этот перенабор, я нашла его достаточно просто. В ВКонтакте, в поиске по документам, просто вбила артикул набора, по-моему, даже без названия. Просто вбила 0.8.917.xsd. И он там, ВКонтакте, оказался один, единственный. И причем перенабор еще и получился очень удачный. Потому что сейчас я вам покажу. Весь перенабор у нас в нитках Dimensions. Вот их 12 штук. Да, он не двигается, постоянно пытаюсь его подвигать. Короче говоря, 12 цветов. И полностью все нитки Dimensions. Что очень удобно, соответственно, когда у вас есть на руках набор. Не надо сравнивать там как-то перевод в DMC. Просто те же самые нитки, которые у вас на планшетке. Кстати, вот как у меня сейчас выглядят ниточки. Я их так смотала. Покажу вам потом остатки. В общем, вышивала я по перенабору. И сейчас мне еще предстоят дополнительные швы. Здесь у нас будет тремя цветами бэкстич и четырьмя цветами французские узелки. Организовано это все у меня было максимально просто. Потому что это был такой вечерний процесс. И я понимала, что это процесс быстрый. Не долгоиграющий. Поэтому я просто взяла вот такой вот органайзер. Это половина органайзера Дубко. Я их немножко апгрейдила. Я к ним приклеила на двусторонний скотч вот такую вот полоску от канцелярской папки. Такой со скоросшивателем. И тут бумажечка. Ее можно оттуда как бы доставать. Вот видите, я ее двигаю. И вот можно ее подцепить с другой стороны. Доставать, переворачивать, ставить другую. Вот я подписала номера. Иголку я взяла, кстати, ту, которая была в наборе. Я впервые воспользовалась иголкой из наборов Dimensions. Никогда раньше ими не пользовалась. Как-то мне всегда для отшива этих наборов нужно было больше, чем одна иголка. Тут я решила, ну почему не попробовать. Мне понравилось. Вполне себе хорошая была такая иголочка. Наверное, какая-то 26-я, скорее всего. И вот я подписала все цвета. И вот мои остаточки ниточек висят. Сейчас, может быть, какие-то из них еще пойдут на бокстич. Очень удобная оказалась организация. Так что я за сегодня планирую все-таки этот домик закончить. Посмотрим, может быть, за сегодня и за завтра, как получится. У меня все-таки еще и большие процессы тоже, не только миниатюрки. Но очень приятная оказалась. Очень быстрая, достаточно легкая работа. Ну, возможно, здесь еще постаралась электронная схема. Когда подсвечены значки, потому что я показывала вышивальные недели. Было несколько моментов, когда, например, где-то здесь значки были, типа, здесь 3, потом здесь 4, здесь 2, потом здесь опять 2, здесь 3, здесь 4. То есть, вы так вот разбросаны по всей схеме. И, возможно, на бумаге это было бы менее удобно. То есть, ну, это заняло поиски бы этих значков, заняли бы большее количество времени. Здесь же все подсвечено, все легко и просто, поэтому как-то так нормально. Кстати, смотрите, я с краю начала, как я и говорила. Вот здесь вот у меня нормально было место, чтобы держать эту работу. И сверху почему-то у нас оказалось вот так вот много конвы. Не знаю почему. То есть, ее сбоку, ну, ее сбоку не так много, как ее оказалось сверху. Ну, как бы ничего страшного, конечно. Но вот такая вот пока у меня работа, конечно. Без бэкстича ничего не понятно. Так что нужно приступить и ее украшать. Я еще, конечно, посмотрю инструкцию. Мне кажется, что вот этот вот шнурочек здесь сплетается. Мне кажется, мы даже с вами видели, что он там скручивается этим кордингом. Но я этого не буду делать, потому что у меня, я вышивала наборы с игрушками Dimension. С копиями игрушек Dimension из Амишоп. И у меня там, мне прислали вот такие вот красные шнурочки. Как бы в комплекте уже сразу шло для оформления. Они там очень красивенькие. Поэтому я использую, скорее всего, уже готовый вот этот вот красный шнурок. Я ничего не буду крутить. Я умею крутить кординг, но как-то... Ну, это не самое приятное в мире занятие, хочу вам сказать. Поэтому, если есть возможность его избежать, я его, конечно, избегу. Поэтому не буду себе искать приключений. Невозможно, урочек уже готовый. Фетр, даже подумала, наверное, возьму белый. Скорее всего. Да, наверное, возьму белый. Будет очень красиво подчеркивать вот этот вот белый снег на крыше. Белый снег, он же глазурь. Красивая работа. Ну что, встретимся с вами еще через секунду. Покажу вам уже, я думаю, полностью готовую и оформленную работу. И сколько у меня осталось ниточек. Итак, буквально каких-то 4 вышивальных дня. И вместо набора ниток и вот такой вот картинки на обложке у меня есть... Та-дам! Готовая игрушка. Смотрите, какая красота у меня получилась. Я вчера сделала бэкстич и французские узелки. Темно-коричневого бэкстича здесь очень много. Я, если честно... Там, кстати, я, по-моему, вам не говорила. 74% работы было без бэкстича. То есть, соответственно, 26% работы это бэкстич. И, наверное, вот с 74% до, по-моему, 95%. Я дошла исключительно темно-коричневым бэкстичем. Когда я его делала, когда я его уже доделывала, я думала, что нет, все, я отложу на завтра. Я больше не могу. Я не справлюсь за один вечер с бэкстичем. Но, на самом деле, вот этого белого, зеленого здесь было совсем чуть-чуть. Французские узелки у меня накрутились достаточно просто. Вот вы видите на окнах на растениях эти французские узелки. Глазки у самого пряничного человечка. Вот здесь вот эта посыпочка по крыше французскими узелками. В принципе, они мне никаких трудов не доставили. А, да, еще, по-моему... А, нет, это бэкстич. Французские узелки были четырьмя цветами. Вот этот белый, зеленый, коричневый и красный. Да, все правильно. Я так призадумалась. Как вы видите, я уже игрушку вырезала, уже оформила. Вот этот вот шнурочек, о котором я говорила, который мне пришел с Алиэкспресс. Прекраснейший, мне кажется, образом он сюда вписался. Практически то же самое, что должно было быть на обложке. Вообще практически один в один. Мне кажется, что просто замечательно. Как раз вот такой вот кусочек у меня его был. И мне кажется, шикарно. Вот на какую-то такую ветку объемную. То, что надо. С другой стороны, я заклеила все белым фетром. Хорошо получилось. Я довольна. В принципе, оформилось это все очень быстро. Без каких-то особых сложностей. Так что плюс еще одна новогодняя игрушка в мою копилку. Я продолжаю считать новогодние игрушки. У меня в прошлом году вышло видео про все мои... Не про все мои, а про первые мои 100 вышитых новогодних игрушек. Это видео имело огромный успех. Там какое-то дикое количество просмотров. Кто не видел, могу вам в верхнем правом углу оставить ссылку. И я, конечно, продолжаю подсчеты, потому что я планирую снимать видео в мои вторые 100 новогодних игрушек. Моя третья сотня новогодних игрушек. Ну, мечтать не вредно. И хочу вам сказать, что вот этот пряничный домик, это, по-моему, что-то в районе 146-й, по-моему, игрушки, которые я сделала, но в этом году, я думаю, не будет видео про вторую сотню. Возможно, в следующем году посмотрим. Но в этом году точно нет. Я не навышиваю 50 игрушек. Это абсолютно точно. Давайте покажу вам нитки. Обещала показать нитки. Я вчера, кстати, сделала просто подвиг в своих глазах. Я оформила, разобрала все мои органайзеры Dimensions. Остались только вот эти. Эти тоже нужно сейчас разобрать. Я пополняю свою коллекцию ниток Dimensions для игрушек, которые я скоро буду вышивать подбором. Это мне очень-очень пригодится. Вот вы видите, сколько нужно было ниток. Сколько у меня осталось. С вот этой вот первой планшетки и вот, пожалуйста, со второй. Все осталось. Ничего даже не пыталась закончиться. Белых, вон, смотрите, вообще осталось. Две с половиной из пяти. То есть всем ниточки шли с запасом. Я очень рада, что у меня в моей коллекции плюс одна новогодняя игрушка. Пока я из этой пряничной серии ничего больше не собираюсь приобретать. Вот у меня есть две игрушки и меня пока вполне устраивает. А там посмотрим, если что-то попадется, то, может быть, еще что-то прикуплю. На этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok